Сына и Святаго Духа. Аминь. Святитель Лев Великий, Папа Римский. Слово на Рождество Христова. Истинный участник и благочестивый почитатель сегодняшнего торжества возлюбленные. Есть тот, кто не помышляет, не подобающего воплощению Господа и не достойная божественности, ибо равно опасно как отрицать истинность во Христе нашей природы, так и равенство Его Отцовской славе. Поэтому, когда мы стремимся к постижению таинства Рождества Христова, появлению на свет которого обязаны мы Матери Деве, то пусть перед просветленными очами веры растворится мрак земных измышлений, рассеется туман мирской мудрости. Ибо как божественна власть, которой мы веряем в себя, так божественное учение, которому мы следуем. Внимая же внутренним слухом исполнению закона, свидетельству пророков, евангельской трубе, «Мы всегда должны помнить, что истина для нас – то, что возвестило исполненный Святым Духом Блаженный Иоанн. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Иоанна 1, глава с 1 по 3 стихи. «Итак, в обоих природах один и тот же Сын Божий, нашепринимающий и своего не теряющий, в человеке, обновляющий человека, а в себе сохраняющий незыблемость. Ведь божественность, которая для него общая с Отцом не пропустила никакого ущерба всемогуществу, и не замутила образ Божий образом раба, ибо высшая вечная сущность, которая преклонила себя ради спасения человеческого рода, привлекая нас к своей славе, не уничтожила Божественное. И когда единородный Богу признает себя меньшим Отца, о равенстве, с которым Он прежде говорил, то этим являет Он себе истину обоих природ. Различие указует на человеческую природу, а равенство обнаруживает Божественное. Телесное же рождение ничего к величию Сына не прибавило, но и ничего у Него не отняло, ведь незыблемая сущность не может ни убавляться, ни приумножаться. И то, что слово стало плотью, означает вовсе не то, что природа Божия превратилась в плоть, но то, что плоть принята словом в единство лица. В семени плоти весь человек был принят, и когда эта плоть была плодотворена Святым Духом во чреве Преснодевы, то, что нераздельно с Отцом был соединен Сын, что, будучи рожден невременным из сущности Отца, а в то же время родился временным и чрево Девы, если бы не казался в нашем униженном состоянии тот, который всемогущий пребывал в Своем, то не смогли бы мы освободиться от таков вечной смерти. Итак, Господь наш Иисус Христос, рождаясь истинным человеком и не переставая оставаться истинным Богом, положил в Себе начало новой твари, а в образе Своего появления на свет дал человеческому роду духовную основу, чтобы, устраняя причастность к плодскому роду, возникновение возрождаемых, происходило без семени преступления, ибо говорится о них, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, Иоанна 1,13. Какой же разум в состоянии постичь это таинство? Какой язык может изъяснить такую милость? Превращается несправедливость, честность и ветхость в новизну, приобщаются посторонние и наследуют чужие, нечестивые порождают праведных, скупые мудрых, невоздержанные, целомудренных, земные и небесных. Что же стоит за такими превращениями, если не деснится Всевышнего? Ведь пришел Сын Божий расстроить дела дьявола, и таким образом вместил себя в нас и нас себя, что нисхождение Бога человеческого превратилось в восхождение человечества к Божественному. Итак, будучи нарождены для настоящего, а возрождены для будущего, должны мы посвятить себя не временному, а не приходящему добру. И дабы лучше разглядеть нашу надежду, познаем мы в самом таинстве Рождества Господня то, что дало нашей природе Божественную милость. «Так мемлем же апостолу, говорящему, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос в жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» Колосином 3.3 «С тем, кто живет и царствуется Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь». «С тем, кто живет и царствуется Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь».